Мы с него можем начать, скорее всего, знаешь, даже... Мы начнем, наверное, с него... Все, мы никому не мешаем, мы можем проходить спокойно. Мы сейчас на стартовой решетке класса Супербайк. Вест на тысяча объединенные заезды. Сейчас приехал Иван Горев, номер 34, на мотоцикле Колосаки. Он раньше ехал на шестисотке, а теперь пересел на литр. Я бы хотела у него уточнить, как он к нему прикатался. Потому что сначала он мне рассказывал, что ему довольно тяжело привыкнуть к метровому мотоциклу. Ваня, привет! Скажи, пожалуйста, у Косбербайк уже в литр. То есть, теперь с ним никаких проблем нет? Ну, как, проблемы всегда есть. Так, спрашивайте, что... Андрей Мальцевич тоже едет? Да, он приехал вообще просто прокатиться хотел, потом уже начал сомневаться. Так вот, не знаю, не знаю, и выходим вчера вечером, и говорим, что у него нет. Да, он мне говорил, я только смотрю, у Вани на время ходил с листочками, с распечатками. А потом я смотрю, о, Андрей Мальцевич едет. Прекрасно будет, по-моему, я не могу. Да, конечно. А как это твой любимый поворот на этом фрагменте есть? Первый. То есть, первый, если так финиш легко удается? Да, наверное, пожалуйста. А, удачи тебе давай. Спасибо. И приехал также от Володя Владимирович. Мы сейчас подойдем к первому месту на стартовой решетке. Победителю квалификации. Еще какие-то настройки сейчас? Все, вечно. Володя, привет. Тебя можно спросить? У меня есть к тебе вопрос. Как ты так плавно умудряешься тормозить? Ладно. Вот в этом вот так финишном супер века. А это мой мотоцикл так делает. А не я. Нет, правда, без шуток. У нас система контроля торможения двигателя. Она стабилизирует мотоцикл очень на торможении. Поэтому это очень легко. Знай, дави на передний тормоз и все. Мочек идет прямо. А какой у тебя любимый поворот на этом фрагменте? Есть такой? Мне больше всего нравится вот тот поворот последний. Там большая, более-менее скорость для этой трассы. Ну, самый скоростной поворот. И на выходе можно ехать боком. Ну, типа скользить. Круто. Удачи тебе на гонке. Спасибо. Второе место по итогам квалификации занимает пилот Максим Авертин. Он выступает сейчас за команду Старсим. Но он еще не успел выехать с питлейна. Поэтому мы пройдем дальше на стартную штуку. Максим Авертин, я просто расскажу о вам. Он выступал в начале с командой Матолика. Сейчас он выступает за команду Старсима. Идет вместе с Сергеем Курмаевым, который тоже едет в этот класс. То есть, перед ним он заедет. Класс у него другой. Потому что Максим одет в классе Суперфайп. Сергей Курмаев в классе только 1000, но они его на одном заезде. Мы можем пройти дальше, ну, до такой стартной решетки. И пообщаться с Дмитрием Майоровым. Это пилогин в одной команде с Владимиром Ивановым. Привет, Дима. Привет. Сергей Клаколев поддерживает его одержанному зонтик. Скажи, пожалуйста, ты приехал с Семьимом? Нет. Поэтому я хорошо выспался сегодня. Посмотрим. Это должно дать положительный результат. Ты бы хотел, чтобы твои дети ездили в гонку? Да, конечно. Без вариантов. У него нет вариантов, да? Да, да. Их уже отдал почти в гонку. У него уже даже есть мотоцикл, да, у Сэн? Да, электрический пока. На нем очень талантливо ездят, я видела. Ну, посмотрим. Это пока ни о чем. Удачи тебе на гонке. Спасибо. Мы пройдем сейчас дальше по стартной решетке. У нас здесь команда Bike Promotion Sport номер 80. Это Егоров Егор. И он выступает на мотоцикле Дукате на Пунигале. У нас не так много мотоциклов Дукате в российском чемпионате, мягко говоря. Поэтому расскажи, пожалуйста, он отличается от других мотоциклов чем-то? Своей точки зрения. Конечно, отличается. Самый крутой в мире мотоцикл. Дукатисты когда услышат это будут счастливы? Ну, я им передам поздравления. У меня были вопросы у кого-то из пилотов к электронной ручке газа. А вообще, это сложно к ней привыкнуть, если ты играет к механическому в тросе? Ну, мне потребовалось привыкать буквально пару минут. То есть совершенно несложно? Она очень удобная, очень информативная для этого. Ты много играл в компьютерные игры джойстиком? Пользовался? Никогда в жизни. Ясно. Удачи тебе на гонке. Дальше уже успели подъехать другие пилоты. Номер 27. Ближе всего, наверное, к нам сейчас стоит. Это Дмитрий Белоусов. Я сейчас к нему подойду и тоже что-нибудь его спрошу. Он вообще не очень любит давать интервью, но я хотела у него спросить. Привет, Дмитрий, скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-нибудь еще экстремальные увлечения или просто увлечения, помимо мотоцикл? Нет. То есть ты сосредоточен исключительно на гонках? Нет, не слышал, кажется. Удачи тебе! Я думаю, что у Дмитрия просто ставлены веруши. Некоторые кончики ездят с верушами, чтобы их не обвлекал от зубцов к мотоциклам, наверное, поэтому он просто не расслышал бы вопрос, мне кажется. А вот команда Хромрейсинг, номер 88. Это Антон Роженков. Команда Хромрейсинг поступает на мотоциклы КТМ. Сергей Ксенофонтов, вот мы тоже видим, он поддерживает Антона. Они в одной команде. Но Сергей в этом году почему-то не ездит. Сергей, скажи, пожалуйста, почему ты в этом году не ездишь? Ты занимаешься очень важными ответственными техническими делами. У тебя нет времени, да? Да, я в этом году являюсь Тимисиным, директором нашей команды, помогая ребятам Тимисиным плане, собственно. Поэтому не ездят. Жалко? Естественно, все мы начинали с покатушек, потом на трек-мойфере. Естественно, тянет. На трек-мойфер продолжает тренироваться на мини-байках, на бит-байках, так и выезжаем на концерт время. Поэтому невозможно, что я вернусь на трек-мойфер. Уже как больше чем-то. Спасибо. Антон, удачи тебе на борт. Нам пора подгинать стартовую решетку. Увидимся на процедурное граждение. Продолжается сейчас эстонский чемпионат по супер-байку. У нас на той же трассе Ауто 24 Ленинграда прошел этап второй. Но он, собственно говоря, из двух гонок состоял. Короткой гонки в субботу и длинной гонки в воскресенье. А первый этап они в один день в субботу провели. И, соответственно, у них как бы поменялось немножко лидерство. Тот же сами Пена, который, Финн, который выиграл у нас первый этап, выиграл короткую гонку. Ну, телезрители особо не видят. Там танцевальная сейчас программа шоу для зрителей. Перед трибуной выступают девушки из танцевальной студии Трепорт Шоу. Пять минут до старта у нас. Итак, пять минут до у нас старта прогревочного круга класса супер-байк. Вот Safety Car Peugeot отправляется просматривать дистанцию. Автомобиль безопасности не лишний, собственно говоря, во всех технических видах спорта он используется. Safety Car предоставлен официальным дилером Peugeot в Нижнем Новгороде. Peugeot-центр Афонина, компания Автолига. Ну, телезрители видят у нас стартовую решетку на экране. А у нас для зрителей на трибунах Н-ринга отмечу, что на первом ряду Владимир Иванов, 60-й стартовый номер, чемпион 2012 года. Прошлый сезон у него неудачный получился. В этом году он успешно возвращается. Дополняет первый ряд 79-й стартовый номер, лидер сезона Максим Аверкин. И 34-й стартовый номер Иван Агорев. Иван Агорев, экс-лидер класса СТК-1000. Второй ряд, 44-й номер Дмитрий Майоров, 72-й Петр Кожиуров и 87-й стартовый номер, это Егор Егоров. Третий ряд, Андрей Марцевич, 9-й стартовый номер, он у нас дебютировал в этом сезоне, заменит Киселева. 88-й Антон Роженков и 27-й стартовый номер Дмитрий Белоусов. Четвертый ряд, 48-й номер Вячеслав Иноземцев, 54-й стартовый номер Евгений Гохот и 46-й Владислав Стенько. И на пятом ряду, 8-й стартовый номер Сергей Курмаев. Дело в том, что в этом классе, кроме традиционных квалификаций по времени, проводились еще гонки, короткие, вчера под занавес соревнований. Это Суперпол у нас 10 сначала участников, отобралась шестерка сильнейших. И затем был Суперпол 2, в котором, собственно говоря, победил Владимир Иванов и занял сейчас первую позицию. Суперпол 2, в котором, собственно говоря, победил Владимир Иванов и занял сейчас первую позицию. Гонщиков 3 минуты уже даже меньше осталось до окончания у нас вот этой классной процедуры. Девушки уже покинули стартовую прямую. И сейчас это делают механики с грелками, с генераторами, которые, в общем-то, поддерживают резину в оптимальной форме. Но сегодня надо сказать, что погода у нас благоприятствует. Минут осталось, все, покидают механики. Питлайн. 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 Угу. победителя квалификации вот вроде бы отошли механики сторону и так сейчас начнется прогревочный круг класса супер байка стака 1000 самые мощные у нас участники но я хотел сказать самый быстрый но судьба квалификации вчера вот у нас спорты их обогнали по скорости но это в общем то уже может быть и тактика и все такое тоже 23 круга и так поднял руку у нас девятка что заглох наверное марцевич но все равно дали старт прогревочному кругу итак восьмерка сергей курмаев девятка андрей марцевич двадцать седьмой стартный дмитрий белоусов 34 иван горе в 44 дмитрий майоров 46 стартовый номер владислав стенька 48 вячеслав иноземцев стартовый номер 60 владимир иванов стартовый номер 72 петр кожиуров 78 номер дмитрий смирнов 79 максим аверкин 87 егор егоров и 88 стартовый номер антон роженков нижний новгород ну вот он единственный здесь местный спортсмен остальные все собственно говоря у нас гости н-ринга а то он роженков выиграл кубок мфр в сезоне 2012 года но это было в стасе любительском сток open и вот собственно говоря сейчас вернулся перешел профессиональный класс попытках вообще говоря как бы вот chrome racing к у нас нижегородский клуб он базировался на 600 как в основном литры у них достаточно редкие и вот то что пенкин у нас на прошлом этапе выиграл класс стк 1000 это конечно был дорогого стоило в таких в таких серьезных дорожных условиях ну самый титулованный гонщик плане ссср вот двадцати однократный чемпион ссср это салу лимбит эстонский гонщик он на вихре ротокс выступал и так готовы гонщики у нас старту три четыре пять газ на светофор и старт ох ты и чего то так собственно говоря у нас то ли фай старт получился у аверкина то ли что как то он то ли проблемы у него возникли что-то макнул рукой в общем-то я не понял этого момента и так аверкин иванов возглавили сейчас заезд горев на третьем месте майора 4 но пропустил у нас аль два новые так а сейчас по дистанции первым мчится старт и номер 60 владимир иванов санкт-петербург чемпион россии двенадцатого года участник чемпионата мира у нас классе супер спортом 600 как 15 место в прошлом году вот и 20 в сезоне 12 но мы помним что прошлом году ему дай бог удалось отъездить пол сезона ну да вот видимо понял а у нас что фальстарт небольшой что дернул на цикл у нас и вот здесь будут какие-то анкции по этому поводу и так иванов аверкин горев и майора майоров обошел горева и вышел на третье место дмитрий 44 номер вошел 34 на этом круге ну и собственно говоря иноземцев с марцевичем обошли и горы и город полет много обгону было и так на втором месте у нас семьдесят девятый стартовой маверкин лидер сезона в этом классе но доскартим у россии по кольцевым гонкам сезон 13 12 11 10 2003 года пятикратный чемпион украины 2006 и 5 года он ездил там украинской команде увидел соревнований вас европы 2 ты и по супер мото он трижды становился чемпионом россии сезонов 11 9 6 году сейчас он лидирует супер байки 50 очков не знаю фальстарт собственно если он реально был на судьбе максима скажется и так иванов аверкин возглавили заезд лучшие выгонки у иванова минус 19 289 достаточно скромное время хотя это самое начало заезда так майоров дополняет у нас тройку подиума горе в четвертый марцевич прошел иноземцева сейчас в вышел у нас 9 номер андрей на 6 место и так майоров 3 3 у нас классе супер байк дмитрий майоров кубка тип прошлого года в классе стк 1000 серебряный призер двенадцатого года в этом году он был пятым супер байке сейчас идет на 4 место 23 очка но в отсутствие того же киселева собственно говоря вполне на подиум таки серьезно рассчитывает итак вышел вперед аверкин вышел вперед аверкин у иванова был медленный круг минута 17 аверкин лучше для себя минуту 15 286 показал аверкин выиграл оба этапа у нас и казань и н ринг дождевую киселев дважды был вторым у иванова он все-таки только восстанавливается 11 очков на первом этапе у нас и 16 третье место на втором сейчас виртуально второе если собственно санкции не будет никаких фитиль на лидера и так 79 номера веркинс 60 иванов 3 4 горе 44 майоров моя горе прошел майорова да собственно говоря гонщик которому не повезло на прошлом дождевом этапе сейчас мало того что вышел на третье место в абсолюте он является лидером класса стк тысячи у него 20 на третьем месте прошу прощения он был лидером он выиграл первый этап казань падение здесь дождевой гонки даже контакт с аверкиным он у нас переместился на второй сейчас кстати ивану лучший для себя круг и лучший групп гонки минут 14 7 разрыв сократился 803 6 тысячных догоняет он сейчас аверкина борьбе за лидерство тринадцать спортсменов у нас выйдет на старт объединенного класса супер байк в классе супер байк лидирует аверкин 79 номер классе сток тысячи горе фыван 3 4 836 тысячных был разрыв на предыдущем круге сейчас мы смотрим ситуацию то есть это предыдущий круг был пятый вернее сейчас на пятом круге находится собственно говоря и вот гонщики его завершают и так что же мы видим такое впечатление что аверкину удалось опять взвинтим темп и оторваться до 2 секунды разрыв этот круг а у нас аверкин прошел быстрее горе в майору горе в отстает от лидера на 3 4 десятых секунды майоров на 7 и 2 кожиуров петр на 7 и 7 марцевич на 11 5 на кп-13 у нас упал один из участников мы сейчас не знаем информации кто это у нас был и там желтый флаг судьи судьи на дистанции показывает спортсменам так было две секунды где-то сейчас так и осталось да ровно две секунды между спортсменами кожуров идет чуть быстрее майорова в борьбе за четвертое место в абсолюте но это маленькие маленький отрыв там 8 тысячных он отыграл и так иван горев на третьем месте в валюте лидер у нас сток 1000 так сходит у нас гонщик на ктм и это кожиуров похоже нет роженков наверно роженков у нас нет гох вот все я всех перечислил собственно я прошу прощения здесь у нас евгений гох вот похоже покидает трассу мне электроника подтвердила просто я не увидел номер итак 79 номер аверкин 80 иванов 34 горе в 44 майора 72 петр кожиуров пятерка быстрейший гонщиков абсолюта голоса супер байк стк 1000 kilometers демокс пропустим сходу 0 0 сходу в Продолжение следует... 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 Вот серьезная опять борьба Кожиуров догнал у нас Майорова в борьбе за четвертое место. Продолжение следует... Итак, 60-й номер Иванов, 79-й Аверкин, 34-й Горьев, 44-й Майоров, 72-й Кожиуров, пятерка быстрейших гонщиков, совместного заезда Супербайк, СТК-1000, четвертого этапа РСБК Интернешнл 2014. Отрадно видеть трибуны, полные зрителей. У нас на дождевом этапе их было существенно меньше, ну и понятно, по понятным причинам. Потому что только мужественные люди в таких вот тяжелых условиях могли прийти на трассу Кольцевую и поболеть за своих кумиров. Ну кроме чисто, собственно, гоночной тематики у нас сейчас от Автомотоцентра Академия бесплатный картинг для всех желающих. Маленькие зрители и специальная площадочка у нас есть, где детки гоняются на велобегах у нас. Плюс мотоджимхана, плюс у нас мастер-класс танцевальный. Итак, Иванов-Аверкин визуально расстояние растет. Вот оно сейчас составляет порядка полутора тысяч секунд, точнее сказать не могу. У нас не работает, к сожалению, электроника. Ну, прием, на прием не работает. Кстати говоря, сейчас у нас майоров Горьево подгоняется. Продолжение следует... Ну, в любом случае, Аверкин остается лидером после этого заезда. 50 очков у него было даже со вторым местом. У Владимира Иванова 27 очков всего. 15-й синие флаги, 15-й синие флаги. Итак, мы видим лидеров, догоняющих очередного кругового. Синие флаги машут гонщику, который пропустил на круг. В споре порядка 15 секунд. Кажиуров, майоров. Ну, там 20 с лишним. И Кажиуров за ним. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...